всем привет с вами анатолий тот самый человек который разбирается во всяких железяках из магазина жар парком и сегодня на выставке акватерм и на стенде компании теплодар вот здоровый стенд вот вот этот мощный человек это сотрудник теплодара который поможет если я где-то совру потому что я буду сейчас делать обзор на вот эту вот железную штуку это называется котел cooper новинка ока 9 то есть 9 киловатт на можно посмотреть 9 киловатт ну достаточно громко поэтому извиняюсь еще слышно не будет вот ну в общем то продолжаем начнем с паспорта посмотрим что тут написали про этот котел вот она девятка в общем-то теплопроизводительность 9 киловатт кпд 68 процентов рабочее давление 02 стандартно для всех площадь отапливаемого помещения 90 метров квадратных то есть если умножить на два с половиной два это где-то 220 кубических метров максимальная температура теплоносителя 95 градусов номинальная температура обратки 60 80 присоединительная резьба штуцеров одна вторая диаметр дымохода прошу заметить 115 так же как и на увк 10 то есть очень это хорошо и грамотно потому что это недорого в отличие от 150 мощность тенов 6 напряжение питания тенов 220 объем рубашки теплообменника 27 литров из внутренние трубы объем топки 18 литров габаритные размеры в миллиметрах глубина его 556 ширина 415 высота 645 масса котла 63 то есть он легенький пилетная горелку можно поставить а по г-25 фирменную от теплодара газовая горелка а г г 13 к ну в общем то вот это техническое описание теперь посмотрим как это все выглядит значит вот он вот такой вот маленький мне он где-то по ляжку так вот так вот он выглядит вот выход на сто пятнадцатый диаметр со всех сторон на нем выхода на воду с этой стороны с этой стороны так ну что тут написано написано тут следующее монтаж котлов их элементов должен выполняться специализированными организациями располагающим качественным техническим средством необходимое для качественного выполнения работ это я еще раз говорю если кто не в курсе что в случае чего но имеется ввиду гарантийность гарантия котла она имеет гарантию если в паспорте изделия вот в этом паспорте изделия стоит печать от монтажной организации то есть те кто монтировали сейчас где-то тут это есть свидетельство о продаже сменить свидетельство о приемке вот отметка о подключении отопления то есть вот этот паспорт у вас должен быть заполнен кем все это сделано это ваша гарантия вот дальше считаем при монтаже котла необходимо обратить особое внимание максимальное рабочее давление в системе 2 атмосферы в системе должен быть предусмотрен предохранительный клапан рассчитанный на давление 25 мп а 2 с половиной атмосферы гидроиспитание системы отопления проводить только при отключенном котле краны вход выход должны закрыть перед заполнением системы необходимо уплотнить все резьбовые соединения специальными сантехническими намотками заполнение системы из водопровода необходимо производить при полностью открытых воздушных кранах избежание нарушения котла из высокого давления или гидроудара максимально допустимая температура в системе 95 градусов эксплуатация котлов без докотловой или внутри котловой обработки запрещается рожек котла допускается только после заполнения системы отопления водой корпус котла должен быть заземлен вот это все что написано на котле теперь посмотрим что тут с другого боку в общем то здесь стоит термодатчик опять же выхода мы посмотрим что внутри открываем заглядываем вот они трубы теплоносителя при этом все сделано мне кажется ну грамотно потому что здесь все можно прочистить вот она штука для прочистки ну все супер так так то есть это трубы теплоносителя что у нас в этой двери чугунная дверца чугунный колосник вдольный ящик также комплектуется он всякими шампурами чтобы готовить шашлык вот хотите шашлык напрямую вешайте хотите вот нацепляйте кусочек мяса и там готовьте ну в общем понятно зачем эти штуки нужны дальше что тут еще интересного интересно тут размер дров которые сюда влезают ну можно посмотреть что это ориентировочно ну с руку ну с пол руки то есть сантиметров 35 котел маленький то есть если собираетесь топить дровами то дрова должны быть короткие под уголь он подходит под пилеты подходит то есть вот можно бункер какой то врубить я правильно говорю да ну славно нигде не соврал но в общем то я думаю вы все посмотрели ну сделано опять же таки все очень красиво в теплодаровском фирменном стиле ну и основная как бы еще вещь это будет недорогой котел ну вот ну давайте его еще раз посмотрим вот видите он совсем крошечный то есть то что нужно для отопления небольшого дачного домика вот ну с вами был опять Анатолий как обычно смотрите мой канал подписывайтесь там будут самые новые новинки от разных производителей ну естественно можно все это купить в моем магазине вот на февраль 2016 года этого котла еще нет в продаже как только он поступит в продажу сразу же появится в магазине всем пока